В зале многофункционального центра на улице 9 мая Александр Уз появляется неожиданно. Даже журналисты не сразу поняли, когда зашел глава региона. Телекамеры еще только включались, когда обсуждение проблем МФЦ было уже в самом разгаре. Конкретно по данным МФЦ, какие у вас есть вопросы? В этом, ну, они типичные для всех МФЦ. Текучесть, не хватает персонала? У нас недостаточного персонала, текучесть в связи с низкой заработной платой. Какая зарплата? 25 тысяч. 25 тысяч, это если учесть, что каждый из наших специалистов, находящихся в этом подразделении, должен знать 233 государственных условий. Сейчас в Крае не хватает 300 таких специалистов. Это при том, что общая численность сотрудников многофункциональных центров около полутора тысяч. Это должны быть грамотные люди с юридическим образованием, которые прошли спецподготовку. Очевидно, что такие квалифицированные кадры рассчитывают на более высокую зарплату. Решить эту проблему возможно, говорит глава региона. Я считаю, что сюда надо добавить денег, имеется в виду на повышение заработной платы. Эта сумма приблизительно просчитана, она не такая большая. И надеюсь, что в следующем году, в новом бюджетном году, мы сделаем очередной, не столь, конечно, радикальный, но очередной шаг для того, чтобы красноярские МФЦ были образцовыми. Еще одна проблема, требующая финансовых вложений, программное обеспечение. И специалисты, и краевые власти признают. Электронная информационная система, на которой сейчас функционирует МФЦ, со своей работой не справляется. Так, сбой произошел накануне. В итоге в отделениях скопились очереди. Люди говорили, что ждать приходилось больше двух часов. Систему починили только к вечеру. И результат налицо. На примере я хочу зарегистрировать сделку с недвижимостью. К слову, это одна из самых востребованных услуг в многофункциональных центрах. Находим необходимый раздел, вводим свои данные и получаем талон. Судя по тому, что здесь написано, передо мной никого нет. Я в очереди первая и ждать мне меньше минуты. К слову, меня уже вызывают. Александр Ус обратил на это внимание. Не поверил, что о его визите руководство МФЦ не знало. И тут успели подготовиться. Однако и в этом он видит положительную сторону. Значит, умеют мобилизоваться и работать хорошо. Я здесь, наверное, минут 10 максимум было. Я пришла, подошла к администратору, рассказала, что мне надо. Она мне помогла, дала заявление. Мне буквально минуты две прошло. Позвали уже к окошечку и всё. Девушки приятные, улыбчивые. У меня никогда здесь проблем нет. Когда меняли программу, было время по лету. Это было вообще ужас какой. Но это было во всех центрах так. Сейчас всё хорошо. Система многофункциональных центров молодая. Сейчас она находится в периоде становления, говорят специалисты. Поэтому многое в работе ещё предстоит изменить. Но люди её уже оценили. МФЦ сейчас оказывают около 600 различных государственных и муниципальных услуг. Ежедневно ими пользуются больше 5000 жителей края. И скоро этот список пополнится. Структура возьмёт на себя часть функций органов ЗАГС. При рождении замечательного малыша молодые родители обращаются к нам. Соответственно, мы регистрируем рождение ребёнка. И сразу же в одном заявлении отмечаем те услуги, которые необходимы. Это регистрация по месту жительства, СНИЛС, это пенсионный фонд, запись детский сад, материнский капитал, сертификат на материнский капитал и так далее. И поэтому действительно молодым родителям будет очень удобно наши услуги получать. Начать оказывать такие услуги планируют до конца года. Причём сразу во всех отделениях МФЦ Большого края. Алина Штоколова, Денис Тимошенко. Новости.